Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и сегодня я хочу с вами поговорить о городах-государствах. Несмотря на то, что в принципе механика довольно похожа на пятую, но есть отличия, и у людей почему-то в комментариях очень много вопросов по этому поводу возникает. Поэтому давайте разберёмся. Ну, во-первых, опять же мы продолжаем получать бонусы от городов-государств, но изменилась механика. Теперь всё зависит от количества посланников или послов, которые находятся в этом городе-государстве. Вот это количество посланников и определяет, какие мы бонусы получаем. Но сначала в ход капает какое-то количество очков влияния, в данном случае 9,1, откуда это влияние берётся, я чуть позже скажу. И при наборе 100 очков влияния вам даётся от 1 до 3 посланников. Количество посланников зависит от того правительства, которое у вас сейчас установлено. Вот первые правительства, вот видите, в верхнем правом углу каждого правительства есть цифра посланников. Первые правительства, автократия, античная республика и олигархия при наборе 100 очков влияния дадут вам одного посланника. Когда вы примете какую-то из правительств второго уровня, торговую республику, монархию или теократию, то при наборе 100 очков вам будут давать два посланника. И, наконец, при выборе правительства третьего уровня уже при наборе 100 очков вам дадут трёх посланников сразу. Это самое очевидное и самое простое появление послов. Но иногда вот эта шкала у вас ещё не заполнена, там, знаете, на четверть, на треть, и уже какой-то посол появляется. Я сначала думал, что, мол, эти послы появляются постепенно, типа, например, у меня торговая республика, два посла, значит, половина заполнена первый посол, полностью заполнена второй. Нифига. Просто, опять же, цива немножко такая странная игра, что всё очень неочевидно, например, вот в технологическом дереве. Есть много тех и цивиков, ну, достаточно много, которые дают бесплатных послов. И это, как всегда, почему-то иконками никак не обозначено. И, слушайте, даже я, даже я уже начинаю ошибаться. Есть много цивиков, которые дают бесплатных послов. При этом это никак иконками, опять же, нигде не обозначено. Просто, ну, я надеюсь, в скорые патчи появятся. Ну, почему вот, например, не поставить иконку в том же мистицизме, где, почему вот в мистицизме не поставить иконку, которая показывает, что вам дают посла. Вот такую вот иконку, например, вот этого чувачка, вот сюда добавить иконку. Не, нафиг надо. Вот только вот наводим, и написано даёт одного посла, видите? То есть вы открываете мистицизм, и вам бесплатно даётся посол. То же самое касается военной подготовки. Видите, один посол. Дальше, сейчас мы пройдёмся по всем. Следующий посол даётся в теологии. Вот один посол. Дальше морская традиция. Тоже один посол. Давайте заметим, что это тупиковая ветвь. И вполне можно зайти ради посла. Например, если вы морская держава, то имеет смысл взять. Или вот ещё в наёмниках один посол. В Возрождении нету послов почему-то. Зато в промышленной эре внезапно опера и балет даёт два посла. Уже к эти после... Вот в этой эре уже будет два посла, и дальше ещё три. То есть опера и балет сразу два бесплатных посла даёт. Колониализм – два бесплатных посла. Естественная история и... 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 Выжженная земля. Многие идут вот по этим центральным веткам, да? Ну, чтобы быстрее было развитие. Но они как раз не дают никаких послов. И, наконец, ещё по одной технологии в новое время и в эпохе атома. В новом времени – это охрана природы. Видите, уже трёх послов даёт. И в атомной эре – культурное наследие. Тоже три посла. Кроме того, послов дают некоторые великие люди, но я на это не буду останавливаться, потому что это и так ясно из их описания, там всё это написано. А также некоторое взаимодействие с городами и государствами. Но об этом позже. Сейчас давайте узнаем, откуда берутся вот эти очки влияния. Ну, тут тоже всё просто. На самом деле, основная масса берётся, опять же, из правительств. Вначале, когда у вас обычный вождизм... Вождисло у нас тут переведено. Ну, и мне вождизм больше нравится почему-то. У вас будет одно очко влияния за ход. Дальше. Правительство первого уровня. Ну, собственно, при наведении всё видно. Будут давать три очка влияния в ход. Второго уровня пять очков влияния в ход. И третьего уровня семь очков влияния в ход. Вот у меня сейчас принят коммунизм. И, по идее, мне должно идти семь очков влияния в ход. Но при этом у меня, как видите, девять и одна десятая. Откуда же взялись ещё два и одна десятая влияния? Всё просто, опять же, из социальных политик. Вот у меня в дипломатических курсах харизматичный лидер, который даёт плюс два очка влияния за ход к получению послов в города-государства. Это практически одна из самых первых дипломатических политик, которую вы открываете. Да, это в социальных политиках надо смотреть. Там, правда, будет на выбор несколько вариантов. Вот в политической философии. Либо харизматичный лидер, либо дипломатическая лига. Но мы немножко дальше сейчас разберём. И очень неплохая вещь. Откуда же ещё одна десятая? О, это наследие. Это бонус наследия от монархии. Вот, бонусные очки влияния. Видите, один процент. Вот этот один процент. Хотя, не знаю, по идее, один процент это же не одна десятая. Но, видимо, идёт округление к высшему числу. И идёт эта одна десятая. То есть, монархия даёт 20% бонусных очков влияния. То есть, например, у вас, вы приняли монархию, 5 очков влияния. Плюс у вас ещё 7 очков, извините, 2 очка влияния от социальной политики. Харизматичный лидер. То есть, итого 7 очков влияния. И плюс 20%. То есть, это ещё 1,4. То есть, у вас будет 8,4 очков влияния в монархии. Но, в шестой цивилизации есть такая механика бонусы наследия. То есть, от всех правительств, которые вы принимали, у вас с течением ходов накапливаются некоторые бонусы. И вот от монархии, ну, вот те бонусы, которые вот здесь написаны. Вот эти вот самые главные бонусы. Бонусные очки влияния, там, скидки при покупку за золото. Вот можно видеть, что у меня от торговой республики 8% скидки при покупках за золото. А от олигархии 19% плюс к боевому опыту юнитов. А это работает уже. Это осталось от предыдущего правительства, что очень интересно, по-моему. И вот здесь вот это 1,1% к влиянию остаётся. Тем не менее, в начале игры основных послов вы будете получать за нахождение городов-государств. Если вы первым находите город-государство, то в него вы посылаете сразу посла. У вас будет там один посол. Так как в пятой циве, если вы первым находили город-государство, получали 30 золота, здесь посолы. Это очень крутой бонус, который, я считаю, надо всё-таки менять, как-то исправлять. Если, например, для нахождения религиозных, военных городов-государств или даже торговых это ещё нормально, то при нахождении в начале игры научного города и культурного вы получаете очень неплохой бонус к развитию. А если даже несколько их находите, даже два, это уже слишком круто. Первыми, естественно, если первыми находите. Потому что каждый первый посол, видите, в научном городе даёт плюс две науки в столице, а культурный город плюс две культуры в столице. Вот представьте, что вы нашли в начале, например, два научных города, у вас сразу плюс четыре науки. При том, что в начале игры четыре науки ещё, знаете, заслужить надо ещё. Там что-то построить хотя бы, сделать. И поэтому у вас очень быстро начинается научный прогресс. Но, похоже, с патчами немножко это дело исправили, потому что вот играя даже на оригинальной циве, я уже вижу, что здесь городов-государств... Ну, я много уже партий сыграл. Вижу, что здесь и научных, и культурных государств обычно меньше, чем других городов-государств. И они располагаются как-то не рядом. Поэтому я думаю, что разработчики это всё исправили. Вот в данном случае, видите, где у нас Вильнюс находится, и где у нас находится Антононариу. Совершенно в разных местах. Ну, а если вам всё-таки повезло так их встретить, то это очень крутой бонус. Я считаю, что просто надо немножко уменьшить хотя бы не два очка, чтобы давало, а по одному очку в столицу. Все же остальные государства, ну, более-менее. То есть при нахождении, ещё раз повторю, проговорю, при нахождении первым город-государство какое-либо, вы в него получаете бесплатного посла и сразу начинаете оттуда бонусы получать. Отсюда ещё и работает вот эта социальная политика под названием дипломатическая лига. Первый посол, отправленный вами в город-государство, даёт двойной эффект. Как вы понимаете, в начале игры это, в принципе, очень неплохо, если вы находите первым город-государство. Если же уже его кто-то нашёл, то мне кажется, всё-таки лучше харизматичный лидер. Возможно, кто-нибудь там по математике посчитает, но выглядит так, что харизматичный лидер просто быстрее будут набираться очки влияния для получения послов, чтобы их отправлять. Дело в том, что вот видите, при харизматичном лидере вы получите два очка влияния. То есть, грубо говоря, не за 30 ходов наберёте на посла, а за 10 ходов. Ну, потому что здесь вот политическая философия, вы уже примете какую-то из этих правительств, то есть у вас будет не три очка в ход, а пять очков, то есть за 20 ходов вы получите двух посланников, не, одного, одного посланника. Здесь же у вас медленнее будет набираться, но при этом вы будете посылать двух послов. Надо всё-таки посмотреть, что из этого лучше. Тут я не готов рекомендовать, но обратите внимание на обе этих социальных политики. Очень важно, конечно, найти город-государство первым, чтобы побольше получить с него бонусов, но не всегда это получается, потому что ты не знаешь, где что находится. Ну, а если вы в городе не знаете, где что находится, то вам поможет Двагис, мой партнёр и помощник в том, чтобы рассказывать вам о цивилизации. Кстати, в Двагис можно искать не только по адресу, но и по номеру телефона. Если у вас есть номер телефона организации, вводите в Двагис и найдёте, где она. Этот каталог и справочник организации, а также карты многих-многих городов вы можете совершенно бесплатно скачать на сайте двагис.ру под вашу платформу. Двагис, если быть точным. Теперь по поводу убирания послов из городов и их потери. Послав, извините за тавтологию, послав город-государство, вы его вернуть обратно уже не сможете никак. Всё, это навсегда. При этом, если вы объявите городу-государству войну, то вы всех этих послов в нём потеряете. Даже если потом вы заключите с ним мир. Они не появятся обратно, не вернутся. Поэтому имеет смысл, если вы уже объявляете войну государству, городу-государству, то его захватывать. И в этом смысле есть небольшая проблема с защитными пактами. Я, конечно, не считаю, что это баг, просто надо об этом знать и понимать. Например, вот я играю за викингов и, предположим, заключил защитный пакт с Индией. То есть, если кто-то нападает на Индию, то я сразу автоматически этому нападающему объявляю войну. Например, на индуса нападает Франция, который является, ну, опять же, предположим, сузереном Хатусы. Так вот, француз нападает на индуса, и я объявляю войну Франции, и считается, что я автоматически объявляю войну и Хатусе. И всё, я тут теряю всех своих посланников. Если бы француз просто мне объявил войну, то да, Хатуса бы мне тоже объявила войну, но посланники бы здесь остались. И заключив мир с Хатусой или с французом, я бы стал опять получать отсюда все бонусы, которые мне дают города-государства. Так что осторожней с защитными пактами. При этом тут ещё хорошо сделано то, что города-государства, видите, вот, например, Абстердам объявил войну, но через некоторое количество ходов, на данной скорости это через 10, я смогу с ним заключить мир абсолютно спокойно, даже несмотря на то, что я буду продолжать воевать с его сюзереном. То есть города-государства воюют только определённое количество ходов. Это тоже надо понимать. Более того, вот Амстердам со мной воюет, нет, тут больше никаких городов-государств воюющих со мной. Амстердам со мной воюет, но в процессе войны я всё равно могу туда посылать своих послов. И если у меня посланников станет больше или такое же количество, как у сюзерена, то он со мной заключит мир. То есть здесь нету вот этих проблем из Пятой Цивы, когда люди на последнем ходу перекупали города-государства специально, чтобы объявить войну тебе, и чтобы ты не мог эти города-государства перекупить. Нет, тут вы можете совершенно спокойно дальше воевать за город-государство количеством посланников. Главное, не забывать вот про эту проблему с защитным пактом, чтобы вас вообще этих посланников не потеряли. Значит, посланники теряются только, если вы объявляете войну городу-государству. Даже я вам ещё поясню, чтобы было более понятно. Например, француз Сюзерен Хатусы, и я объявляю войну французу. В этом случае я не потеряю этих посланников, потому что я не объявил войну конкретно этому городу-государству. А вот когда через защитный пакт это происходит, то считается, что вы объявляете войну именно городу-государству. Возможно, всё-таки, возможно, вот сейчас я так поразмыслив, возможно, это и баг всё-таки. Возможно, это будет менять. Но мне надо вам об этом рассказать, чтобы вы имели в виду. То есть, ещё раз, посланников в городе-государстве вы теряете только, если объявляете войну прямо ему. Вот конкретно Хатусе объявил войну, посланники потерялись. Но есть ещё такая ситуация с защитным пактом. Когда кто-то другой из игроков захватывает город-государство, с которым вы имеете отношение, в котором у вас сидят посланники, или которого вы сюзерен, то, естественно, вы все бонусы от этого города-государства теряете. Но если кто-то, кто-то или вы, или кто-то другой, абсолютно неважно, освободит этот город-государство, там те посланники, которые у вас там сидели, они вернутся и будут там радостно такие тучить, ходить на дискотеки, и всё у них будет круто. Но имейте в виду, что если вы захватили город-государство, естественно, вы его уже освободить не сможете. Только если передать какому-то другому игроку, чтобы он его освободил. Ну и теперь непосредственно к городам-государствам. Значит, во-первых, обратите внимание, что у них три уровня бонуса есть. С одним посланником, с тремя посланниками и с шестью посланниками. Все первые бонусы с одним посланником работают только на столицу. Только на столицу. Остальные уровни бонусов работают только на районы определенные. От военных городов, ну, ещё, наверное, стоит отметить различия в типах городов-государств. Их всего шесть на данный момент. Может быть, станет и больше. И, по идее, они повторяют во многом пятую циву. В общем, есть культурные. Вот они такого сиреневого цвета, или как это назвать? Индустриальные. Оранжевого... И торговые, желтого. Ну, в принципе, они повторяют цвета районов. С этим легко разобраться. Так вот, следующий, второй и третий бонус с тремя посланниками и шестью работают только на районы. Тоже надо понимать. То есть нет смысла, например, вам посылать послов в Карфаген, если у вас нет ни одного военного района, предположим. Понятно, что люди в основном строят кампусы и театральные площади, поэтому в первую очередь обычно союзят вот научные города и культурные, чтобы они давали больше бонусов. Вот видите, три посла дают две науки в каждом кампусе, шесть послов еще две науки. То есть шесть послов будут вам давать две науки в столице и четыре науки от каждого кампуса. По-моему, неплохой бонус. То же самое всех остальных городов государств. Касается. Военный район действует на военные лагеря, промышленный район на промышленные зоны, торговый район на центр коммерции, религиозный город государства на священное место и так далее, и так далее. Это все логично и с этим все понятно. Но есть еще бонус сюзерена. У каждого города государства он разный. То есть он даже не зависит от типа города государства. Вообще конкретно у каждого города государства он свой. И начинает он работать от трех послов. Если вы послали в город государства три посла и больше. От трех послов и больше. И при этом ваших послов должно быть больше в этом городе государства, чем послов любого другого государства. Вот, например, в Хатусе, смотрим, у меня шесть послов и под влиянием еще ацтеков. То есть я сюда шесть послов послал и ацтек два. Поэтому он мой сюзерен. С другой стороны, какой-нибудь выберем сюзерен другого. Ну вот, например, в Алавенту я послал три посла, но при этом тут я и не стал его сюзереном. Значит, какая-то другая нация тоже сюда три посла отправила. Да, Франция и Скифия. Видите? Поэтому никто не является сюзереном. Потому что сюзереном может быть только один игрок. Только один. И вот в данном случае у Хатусы бонус дает одну единицу каждого из стратегических ресурсов, которые вами открыты, но вам не принадлежат. Это очень крутой бонус, кстати. Поэтому частенько в сетевых играх, например, за Хатусу очень-очень-очень сильно борются. Не только потому, что он дает науку. Естественно, все туда посылают посланников, чтобы науку получать в кампусах. Но именно и бонус. Извините, когда у вас нету лошадей или нету пороха, а воевать надо, то Хатуса очень сильно поможет. Из тех городов, которые тут у меня в этой игре представлены, еще очень крут Антона Нариву. Ну, я его тут не союзил, потому что в данном случае не надо. Но вообще ваша цивилизация получает плюс 2% культуры за каждого когда-либо полученного вами великого человека. Обратите внимание. Не после того, как вы стали сюзереном Антона Нариву, а вообще за все время. Вот можно, например, открыть. У меня, мною наняты, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать великих людей. Если я стану сюзереном Антона Нариву, то я получу плюс 22%. Плюс 22%. Это реально очень большая прибавка к культуре. Из тех городов-государств, которые тут не представлены в игре, отмечу, например, Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес, если вы его сюзерен, дает бонус удобства от всех ваших бонусных ресурсов. То есть бонусные ресурсы начинают работать как ресурсы роскоши. Вот ресурс роскоши у меня благомония, это пофигу. А вот скот бонусный ресурс, да, что у меня еще тут? Камень бонусный ресурс, рис бонусный ресурс. Вот представьте, вы становитесь сюзереном города-государства, и все эти ресурсы начинают работать как ресурсы роскоши. Представляете, сколько счастья у человека становится. Поэтому если в сетевой игре, обычно этот Буэнос-Айрес сносят сразу, чтобы никто им просто не пользовался. Чисто из этих побуждений. Кроме того, неплохо Гонконг, если мы про промышленные говорим, потому что дает плюс 20% к созданию проектов. То есть внизу, когда вы построите любой район, у вас появляются проекты. И очень многие быстро всякое исследуют, используя исследовательские гранты, что он дает не только очки великих ученых, но еще и очки науки. Ну я про эти гранты когда-нибудь в другой раз расскажу, как тут это все высчитывается, сколько дается. А так как благодаря Гонконгу вы это на 20% быстрее все делаете, то очень-очень неплохой бонус получается. Из научных очень неплохая еще Женева, потому что дает плюс 15% к науке. Правда, пока вы не в войне. То есть вам надо постоянно быть в мире. В сетевой игре это может просто не получиться. Кто-нибудь там издалека вам специально объявит войну, чтобы вы этого бонуса не получали. И все. Также вот в недавнем небольшом DLC добавили Поленке. Вот это крутой город, дает плюс 15% к росту города, к росту, если в городе есть кампус. По-моему, очень неплохой бонус. Ну а вообще у меня на сайте есть таблицы всех этих городов-государств. Отдельно есть страница про города-государства. Видимо, сейчас в верхнем правом углу появляется ссылка, так что зайдите там, посмотрите вот эти все бонусы. Если меня спросят, что лучше, отправлять посланников в города-государства или их захватывать, то я вам отвечу, смотрите по ситуации. Но на самом деле, в принципе, это неплохая вещь, захват городов-государств. Например, при игре с компьютером, вот другие нации на захват городов-государств злятся намного-намного меньше, чем если вы захватываете даже один город другой нации. Захватив один город другой нации, вы сразу начинаете получать там осуждение и прочее. А города-государства нормально уходят, даже, блин, если там другие посланники сидят. В сетевой игре просто некоторые города-государства надо захватить. Вот описанные же мной там Буэнос-Айрес, Хатусу и прочие, которые дают очень крутые бонусы. Это немножко все несбалансировано, к сожалению. И лучше их побыстрее захватить. Тем более, если они в нормальном месте находятся и у вас нету вариантов куда-то дальше развиваться, то почему бы и нет. Ну и последние мелочи, которые, наверное, стоит отметить, что вообще, кроме своих уникальных бонусов, дают города-государства, которые стали вашими Сузеренами. Ну вот Хатуса мой Сузерен. Во-первых, можно ходить в ее границах, спокойно пересекать. Во-вторых, видимость по радиусу своих границ. Я тут вижу, что происходит. Далее дает свои ресурсы, то есть стратегические ресурсы и ресурсы роскоши, если они у нее есть. В данном случае у Хатуса, по-моему, их нету. Это же рыба, да? Но только Сузерену, имейте в виду. Вот помните, в Пятой Циве были разные уровни отношений. Есть была дружба и союз. Вот при дружбе уже что-то давалось. Здесь только Сузерену что-то дается. Если вы не Сузерен, то никаких ресурсов вы получать не будете. Ну, понятно, при объявлении войны тоже они за вас начинают воевать, но тут появилась еще новая функция провести мобилизацию. То есть заплатив вот в данном случае 240 золотых, я на 15 ходов получу все юниты Хатусы и могу ими пользоваться, как хочу. И это, кстати, на начальном этапе есть такая интересная стратегия. Побыстрее не получить в Сузерене какого-то город-государства, желательно, конечно, военный, потому что там будет больше юнитов. То есть вы его первый находите и какой-нибудь квест выполняете. И какой-нибудь у вас сосед рядом есть, вы получаете юниты. Они там недорого будут стоить. Вот смотрите, тут на позднем этапе игры всего там 240. Но, правда, тут у Хатусы, наверное, не очень много. Давайте глянем просто ради интереса, сколько у него тут юнитов. Да нет, вот какие-то есть корабли, плавают. Там не очень много будет стоить и достаточно уже 3-4 дуболома, которые вы получаете сразу. А сопернику еще строить надо для того, чтобы навести шороху. Ну и еще можно отметить квесты городов-государства. Выполняя квест, любой квест, вы просто получаете туда дополнительного посла. Так что надо следить за квестами. Ну, к сожалению, не очень большая вариативность с этими квестами. То есть какие тут варианты? Отправить... Какие варианты могут быть? Отправить караван в город-государство, построить какой-то юнит. Причем тут периодически такие дебильные квесты бывают, что просто вы не можете этот юнит построить. Например, вы находитесь не на море, вообще, в принципе, не можете город поставить на море, а город-государство дает вам такой квест, там, какой-нибудь капер создать. Построить какой-нибудь определенный район, получить эврику или вдохновение для технологии, либо для цивиков. Ну, довольно легкое задание, по-моему. Хотя, опять же, иногда эврики и вдохновение вы просто не можете выполнить, да? Построить какой-то... Получить какого-то определенного великого человека. Вот тут у нас, ну вот, например, вдохновение для глобализации, а Занзимбар хочет великого писателя, да? Зачистить варварский лагерь. Но это происходит вроде как, если только варварский лагерь находится в радиусе пяти клеток от города-государства. Я вообще, вот, по сравнению с пятой цивой, в шестой я очень редко видел такие задания. Очень-очень редко. Ну и обратить в свою религию тоже бывает. Ну, все, в принципе. Если у вас какие-то вопросы еще по городам-государствам остались, то спрашивайте. Ну, по-моему, я рассказал все. Какие-то... Еще если какие-то проблемы будут, то задавайте. Ну и дополняйте, естественно. В комментариях всегда жду ваших дополнений. А так, вы слышали Алексея Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Меня зовут Алексей Халецкий. И я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится и о нем узнают другие люди. Ну, а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.